Привет, друг! С тобой Эван, и как ты понял по названию, по превью ролика, сегодня мы смотрим обновление 1.4.2, так что желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем! Нежданно-негаданно прошла всего лишь одна неделя, и смотря выпустила следующее обновление. Конечно, оно не масштабное, не глобальное, но такое вот маленькое обновление, которое добавляет какую-то новую фичу в игровой процесс. Собственно, давайте немножко пройдем по чинжлогу. Самое главное, это обновление сделали контейнеры. Я даже не знаю, где они могли это подсмотреть, возможно взять, возможно украсть. Вот если вы знаете, напишите в комментариях, а то я что-то, если честно, даже и не знаю. Самое главное, то что просили игроки, они добавили, наконец-таки, сохранение рангов. Но смотря не смотря, если они добавят какую-то вот маленькую, но все-таки подлость. Они сделали для дальнобойщиков сохранение ранга. Но, когда вы увольняетесь, вообще с любой работы увольняетесь, у вас просто отбирают два ранга, и весь опыт, который вы заработали на работе. То есть, если я сейчас уволюсь с работы курьера, у меня спишется 13 опыта, и спишется два ранга, и у меня будет 8-й нулевый ранг. Также на работе дальнобойщиков теперь нужно всего лишь выполнять 15 рейсов вместо 30. Также, кто играет на сервере, помнит, что были очень большие траблы с местом входа, то есть, последняя точка входа не сохранялась. По хз каким причинам. Также они убрали систему антидбэ, то есть, если пацан кого-то дебэшит, тот пацан просто как бы воскресает на том же месте и продолжает играть. Теперь на каптах нет долгого ожидания, переспауну персонажа сразу в бой, что-то они там, короче, пофиксили, оптимизировали, я так понимаю, чтобы было все побыстрее. Также было очень много маленьких фиксов, по типу, что фонари вот эти заменены не желтым светят, ну, по крайней мере, в этом районе еще желтым светят, а белым, то есть LED цветом. Также они там исправили фары на 180SX, починили какие-то штаны в смотровер, добавили 180 новых домов. Честно, я не знаю, где они находятся, возможно, они еще есть, а возможно, их уже нет, хотя, мне кажется, перекупы лучше всего разобрали. Также добавили 50 новых бизнесов, ну, это уже, это уже разобрали, это уже сори. В принципе, на этом все, упор был именно на контейнеры, я зашел на сервер буквально на час раньше, потому что контейнеры доступны всего лишь за 3 часов дня, до 4 часов дня, ну, там, 3.10-3.50, и также вечером с 9 часов, с 9.10 до 9.50. Я зашел в вечернее время, записал эти контейнеры, ну, я их не открывал, конечно же, я их просто посмотрел, потому что, ну, сейчас посмотрите на эту вставку и посмотрите, какой это дикий ажиотаж, и что там происходило. Начиная вот с такого моментика, на смотру добавили контейнеры, как бы, вы понимаете, что это уже вставочка, да? И просто смотрите, сколько здесь людей. И, конечно же, мы не знаем, откуда они взяли эту систему, вообще никто не знает. Пацаны, контейнер, который стоит 500 тысяч, его покупают за 3 ляма. Там 15 секунд, а здесь, пацаны, что, открывают высокий, я так понимаю, класс. Ему выпал ГТР. Кстати, окупился, пацаны. Пиздец здесь срач, пацаны. А здесь что, пацану, выпало? Кабан за 3 ляма. Кстати, окупился. Я вообще не понимаю вот такого поступка от Гараса, что он приходит просто, людям мешает играть и все. Не, просто хочу напомнить, что оптимизация нас внутри просто на уровне. Я уже третий раз захожу на сервер, потому что меня здесь тупо кикает. И мне кажется, не одного меня здесь кикает. А может, одного меня. 2 ляма 100. 2 ляма 1 поставил. Лям 600, блин, это капец, за такие контейнеры столько платить, это же капец. 7 лямов поставили на контейнер за 3 ляма. Ничего не надо кидать. А, ему Ешка выпала или что? А, ЦЛС. Ну, кстати, если бы он купил его за 3, он бы окупился на 2 ляма. Офигеть. А здесь еще 18 секунд и 15 секунд. Все, открывается. Краун. Понимаю. А здесь? Ладно, Собару. Кстати, реально. В Женежлоге написано, что последний контейнер за 5 лямов, а здесь он 6 лямов. Сейчас посмотрим, что пацанам выпадет из просто, из больших этих контейнеров, дорогих. Сейчас мы посмотрим и уедем отсюда, потому что смысла здесь стоять сейчас и покупать что-то я не вижу. Бля, вот это минус жесткий. 8700 купил, Кобру купил, чисто, Мустанг. А этот что купить за 10 лямов? Рескукс. Ну вот такие пацаны контейнеры вышли, я вообще в шоке был, что пацаны ставят настолько большие бабки, какие-то дешевые контейнеры, просто с надеждой, что они оттуда что-то выбьют. Также мне непонятно, почему контейнер, который в Ченежлоге говорили, что он будет стоить 5 миллионов, его сделали 6 миллионов. Мне кажется, эта система проживет, ну как проживет, ну будет популярна где-то в течение первого месяца, ведь это что-нибудь такое вот новенькое на сервере и все захотят ее потестить, пооткрывать, тем более ютуберы. Кстати, за счет ютуберов, я же типа тоже какая-то там шишка. Вот, я попрошу администрации, чтобы она мне выдала несколько контейнеров, ну я собственно буду их покупать за свои бабки, они чтобы их просто заспаунили. Вот, и в следующей серии мы откроем дешевые контейнеры, но если вы хорошо поддержите этот видос и следующий по контейнерам, так что если не хотите это пропустить, подписывайтесь на канал, то мы откроем дорогие, ну не дорогие такое, средний, бюджетный я бы сказал, хотя нет, бюджетный самый дешевый, дешевый это эконом. Ну короче, средний за 3 ляма, а потом возможно я еще упорюсь и открою за 5 лям, ну которые 6. В принципе на этом все, также хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVAN, вводи его при регистрации, получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Также, если вы вообще зашли случайно на мой канал и видите розовый Rolls-Royce на вездеходных дисках, то в прошлой серии я пытался сделать Amaro Bulken, вот, и мы собирали интересные реакции и все это я вставил в ролик. Так что ссылочка на него будет в описании, можете зайти, посмотреть, угарнуть. Также жду ваше мнение в комментариях под этим роликом, что вы думаете об новом обновлении, что вы думаете об этих вот контейнерах, открывали ли вы их или нет, что вам выпало, будет очень интересно почитать. Также поставьте лайк, чтобы продвинуть этот ролик в топ, также подпишитесь на канал, ведь 80% людей смотрят канал без подписки, это так не годится, давай подписывайся, братан, будь как дома, вот. Ну а с тобой был Лавин, желаю тебе хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.